Не менее звездные спортсмены находятся сейчас в Тюменском районе. Российская сборная по биатлону вновь накатывает круги на трассе «Жемчужина Сибири». Ну это логично. Впереди летний чемпионат мира. За работой на скорость, точность и выносливость наблюдали наши коллеги. Всем привет. Это снова мой канал. Давно не виделись. Так развлекается аналитик сборной. Перед началом тренировки настроение прекрасное. Спортсмены шутят и смеются. Серьезен только старший тренер. Рикогроз знает, что приготовил сегодня. Эта тренировка работает на скорость и на точность. За два часа биатлонисты 10 раз должны подойти к стрельбам и пробежать в общей сложности 35 километров на пределе своих возможностей. Верхнему стрельбищу на «Жемчужине» предшествует затяжной подъем. И у спортсмена нет времени восстановить дыхание. А тут еще задание на скорость. Отстрелялись и на новый круг. Время и количество попаданий постоянно фиксируются. Первый выстрел. Матвею до старта 10 секунд. Такие интенсивные тренировки бывают не каждый день, объясняет тренер. Это очень тяжелая тренировка, но, конечно, мы так не занимаемся каждый день. Давать такие большие нагрузки очень важно. Спортсмен здесь учится справляться с дыханием, сердцебиением, концентрироваться. Это очень полезно для стрельбы. Заканчивают занятия спортсмены совершенно измотанными и отказываются от интервью. У Александра Логинова нет сил. У Евгения Гораничева принцип летом не беседовать с журналистами. Антон Бабиков вроде не против, но не сегодня. Большие расстояния и на высокой скорости не сломили Юрия Шопина. Кстати, этим летом он не только тренируется, но и успел защитить диплом в Ульяновском университете. Задачи тренировки были поработать над скоростью, то есть необычная тренировка была. Не только большой объем был, но и высокая скорость. Из-за этого тренировка была сложнее обычного. Приезжать в Тюмень на сборы уже стало для команды традицией. Тренеры отмечают, что только здесь есть такие подъемы и спуски, которые позволяют пополно испытать спортсменов. В «Жемчужине Сибири» биатлонисты пробудут до 20 августа. Потом у команды будет несколько дней отпуска. И главный старт сезона – чемпионат мира по летнему биатлону. В этот раз он пройдет в Пермском крае. Игорь Канев, Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.